Добрый день! Приветствую всех любителей шоппинга на моем канале. И сегодня продолжение моего предыдущего видео из аутлета Метцинген. Я посещала аутлет в августе и хочу вам рассказать, что интересного можно приобрести в аутлете Метцинген. И сегодня мы с вами посетим такие бренды, как Ferragama, Dolce & Gabbana, Miu Miu Prada и Levis. И в конце я покажу свои покупки. Надеюсь, вам будет интересно. И хотела вам предложить поближе познакомиться в пятницу, субботу или воскресенье на следующей неделе, провести стрим. Мы с вами пообщаемся вживую. И также я, занимаясь картами Таро, хотела вам сделать такой маленький подкаст. Расскажу вам очень интересные штучки для каждого знака зодиака. Буквально несколько минут на каждый знак. Я думаю, будет интересно и познавательно. Если вас такой формат устраивает, дайте мне знать в комментариях, и в какой день лучше. Пятница, суббота или воскресенье. Я думаю, ближе к вечеру. Жду ваши отзывы. Ну, а сегодня с вами давайте по аутлету прогуляемся. И также я надеюсь, вы не забудете поставить лайк, написать комментарий и подписка, если возможно. Спасибо вам огромное заранее. Ну и давайте с вами просто развлечемся. Ну и начнем с вами с бренда Ferragama. Вот такие симпатичные сумочки нас встречают. Очень маленькие. Кстати, во многих брендах в аутлете представлены маленькие сумочки. Но я не знаю, для каких целей их использовать. Вот эта сумочка розовая. Немножко побольше размером. Стоимостью 903 евро. Ну, такая вот маленькая, уютная, симпатичная. У Ferragama очень хороший этот раз выбор в аутлете. И вот такая модель представлена у всех бренда, включая масс-маркет и сумочка стоимостью 1200 евро. А эта сумка очень симпатичная. Я подумала, что это кожанок. Консультант сказал, что нет. 1235 евро. Но смотрится очень неплохо. Такая носибельная, хорошая сумка на каждый день. А эта сумка больше клатч. Такая для вечерних выходов. Ну, можно, конечно, носить. И в повседневной жизни, единственное, конечно, в нее мало что поместится. Посмотрите, какой огромный выбор сумок. Очень много разных цветов представлено у Ferragama. Такие интересные модели. Есть что выбрать. Но цены тоже, вы видите, 1200 и выше. Я не знаю, как для этого бренда. Дорого, недорого. Мне кажется, что для этого бренда немного дороговато. Очень интересные сумки. Они такие узкие. Есть разных размеров. Повыше, пониже. И вот эта модель 1553 евро. Очень интересно она застегивается. Я, честно сказать вам, не слежу за этим брендом. Не могу сказать, представлены ли эти сумки в официальных бутиках. Видите, какая интересная модель. И, кстати, очень много моделей. Цвет такой, градиент интересный. Но, честно скажу вам, я не помню, чтобы я в Штуткарте встречала кого-то с сумкой Ferragama. Могу вам точно сказать, все, кто любит бренд Ferragama и мечтает о такой сумке, в Аутлет есть смысл ехать. Есть что выбрать. Разные цвета модели. Кстати, очень симпатичные. И качество у Ferragama тоже отличное. Ну и посмотрим с вами обувь. Обувь Ferragama, я думаю, неплохая. Честно сказать вам, я никогда не приобретала у них обувь. Но вот так смотрю, кожа хорошая. Вроде бы колодка удобная. Вот эти босоножки 365 евро. Но такая цена похожая, вот как у Джимми Чу, у Дольче Габана. Цены очень идентичны. Лоферы сейчас со скидкой 375 евро. Но это цена, наверное, Аутлета изначально 750 евро стоили. Ну и вот, что касается обуви. В предыдущем моем видео мы с вами были у Гуччи. И у Гуччи даже можно купить обувь дешевле. И тоже очень красивые, симпатичные модели. Кто не видел мое прошлое видео, обязательно зайдите посмотреть. Очень красиво. Также там косметика, парфюмерия и много чего интересного. Вот такие шлепанцы в черном и розовом цвете за 315 евро. А эта модель уже дешевле, 174 евро. Изначально стоили 580, цена Аутлета 290 и сейчас 174 евро. Еще здесь увидела очень красивые сумки. Кстати, очень модная, актуальная модель этого года. 1098 евро. И мы с вами уже в бутике Прада и Миу-Миу. Симпатичные манекены нас встречают. Но одежда вот в Аутлете, я заметила, здесь очень дорого. Я считаю, что неоправданно дорого. Я, правда, не знаю, сколько Прада и Миу-Миу стоит в официальных бутиках. Наверное, еще дороже. Ну, а в Аутлете, конечно, я бы сказала, что завышено дорого. Сумки, новая коллекция. Вот эта небольшая сумка стоимостью 1500 евро. И также есть цвета. И что касается бутика Прада Миу-Миу в Аутлете, то здесь всегда очень хороший выбор сумок. Цены приемлемые на сумке. Можно купить и по очень хорошей скидке. И также я бы рекомендовала, если вы любите обувь от Прада Миу-Миу, здесь тоже очень хороший выбор. И цены неплохие. И всегда бывают обувь с дополнительной скидкой. Сумки из нейлона. Я не знаю, они в этом сезоне еще актуальны. Но, видите, в Аутлете представлены по 900 евро. Такие модели сумок всегда представлены в Аутлете. Есть размер средним и побольше. Такая сумка стоимостью 1250 евро. Кстати, очень хорошая модель, повседневная. На все времена она подойдет. И также есть цвета. Небольшая сумка, такая, кросс-боди, 1250 евро. Ну, хочу вам сказать, что моя сумка Мармонт, я приобрела ее в Аутлете Гуччи за 1365 евро. Но если выбирать между сумкой Мармонт Гуччи и Прада, то я бы остановила свой выбор на Гуччи. А вот эта, кстати, модель очень симпатичная. И цена здесь поприятнее. 1050 евро. Это, конечно, вариант. Можно было бы рассмотреть. Миниатюрные сумочки для сумок. Такие вешаются дополнительный аксессуар. И вот такая малютка. 190 евро. Поэтому, кто мечтает о такой маленькой сумочке, можно приобрести. Такой маленький кошелечек или ключница. или просто аксессуар от МИУМИУ 138 евро. Это уже со скидкой 50%. Конечно, очень дорого. Это абсолютно бесполезная вещь. Но я понимаю, почему она так дорого стоит. Трудозатраты, конечно, на нее огромные. Такую миниатюрную сумочку, конечно, непросто сшить. Сумочка в желтом цвете от МИУМИУ. 1050 евро. И, кстати, у Гуччи сумка Мармонт тоже вышла с такими дополнительными кармашками. Вот новый дизайнер, который у них сейчас сделал такую интерпретацию сумки Мармонт. Обновил. А эта сумка, посмотрите на нее внимательно. Она вам ничего не напоминает. Раньше в машины ложили для того, чтобы массаж спины делать. И видите, теперь МИУМИУ выпускает сумки. Еще у нас модель небольшая, кроссбоди, 1360 евро. Изначально стоила 1700 евро. Вот такая сумка. Кстати, сумок огромное множество у бренда МИУМИУ ПРАТО. Точно можно выбрать. И цены даже есть ниже 1000 евро. А вот эта сумка от МИУМИУ, кстати, очень симпатичная модель. И красивая кожа, стоимостью 880 евро. И цена поприятней. А это сумки у нас от ПРАДО. Очень хорошая повседневная модель. И тоже цвета носибельные. 990 евро. Тоже меньше 1000 евро. И посмотрим с вами обувь. Я очень люблю обувь. Надеюсь, что вам тоже нравится. Кроссовки белые. Видите, остаются в тренде. У всех брендах они представлены. Изначально стоили 295 евро и минус 30%. А эти кроссовки у нас без дополнительных скидок. 420 евро. Видите, очень много белых кроссовок. Поэтому это все разговоры, что они уже не модны. Шлепанцы из сжатой кожи. Кстати, из такой кожи были сумки. Раньше я в Аутлете встречала. И изначально стоили 410 евро и минус 50%. Такие босоножки очень знаменитые, но здесь уже без каблука. 390 евро и минус 50%. То есть за 200 евро можно их приобрести. Кроссовки от МИУМИУ в черном и белом цвете за 350 евро. Такая обувь очень мягкая, повседневная. Всегда очень у них удобно, комфортно. Из кожи 430 евро. На них, к сожалению, нет дополнительной скидки. Такие шлепанцы. Видите, верх дутый. В прошлом году, по-моему, были актуальны и модны. Сейчас стоимостью 300 евро. А эти очень красивые туфельки от МИУМИУ. Такие мягенькие. И прям кожа мягчайшая. Я даже их решила уже приобрести. Они сейчас были со скидкой 200 евро. Но на стыке, где шов, кожа уже лопнула. Настолько они мягкие, поэтому не взяла. Такая модель шлепанцев стоимостью 180 евро. Ну и посмотрим с вами немножко одним глазом, что ж тут почем по одежде. И вот такой вот костюм в светлом цвете. 1220 евро. Это только жакет. И к жакету можно приобрести платье Сарафан. Ну, кстати, это платье очень красивое. Стоимостью 900 евро. И цены меня, конечно, там не радуют. Поэтому решила еще раз посмотреть обувь. Вот такие шлепанцы сейчас 175 евро. Кстати, эта модель очень симпатичная. И еще у нас очень красивые сумки. Посмотрите, очень хорошая модель носибельная. 1000 евро. И цена, в принципе, неплохая. Новая коллекция сумок. Яркие, нарядные. И такие сумки стоимостью 1500 евро. Ну, это на выход, на вечер. Еще такая модель сумок. Тоже очень яркая. Вся переливается. 1350 евро. Это тоже из новой коллекции. Мы с вами переместились в Дольче Габбана. Тут огромный выбор. Обуви, сумок. Посмотрите, какие яркие, нарядные. И вот эти шлепанцы, они из ткани. Ну, такая симпатичная модель. Стоимостью практически 400 евро. И, как вы видите, огромное множество разных сумок. Кстати, модели очень часто повторяющиеся в Аутлете. Ну, я, честно говоря, даже не знаю, что-то интересное новое выпустил. Бренд Дольче Габбана. Ну, и посмотрим с вами обувь. Вот такие шлепанцы на каблучке. 475 евро. Кстати, обувь, мне кажется, дороговато у Дольче Габбана. А шлепанцы без каблука 395 евро. Цвета, кстати, очень носибельные, розовый, карамельный, в черном цвете. Есть что выбрать, но, конечно, цена меня, допустим, смущает. По сравнению с тем, что я смотрела в Гуччи, в Гуччи можно выбрать намного дешевле. Ну, и, извините, бренд Гуччи с Дольче Габбаном, я думаю, вряд ли сравнится. Такие яркие шлепанцы, это тоже ткань 395 евро. Ну, а, девочки мои дорогие, напишите ваше мнение. Вы считаете, что эти цены оправданы. И можно ли сравнить бренд Дольче Габбана и Гуччи. Кроссовки яркие такие модели, но больше подойдут на лето. Вот такая модель 425 евро. Вот эти, кстати, босоножки более милеприемлемые, не очень нарядные, яркие. Стоимостью 450 евро. Небольшая сумка, выполненная из лаковой кожи и стоимостью 942 евро. И такое платье, симпатичная расцветка на лето. 930 евро. Изначально стоила 1550 евро. А здесь представлены очень яркие, нарядные клатчи на вечер. Очень симпатичные, но это материал пластик. И мы с вами переместились в Левис. Правда, я здесь женскую одежду не смотрела, только мужскую. И вот эти джинсы начинают от 55 евро. Ну, вот данная модель стоимостью 90 евро. Джинсы и футболки у меня больше любят муж и сын. Поэтому мы решили посмотреть. То мужу ничего не понравилось, говорю вам заранее. Он сказал, что ему это не подходит. Он еще также любит бренд Врандлер и Ли. Иногда туда заглядывает. И там, кстати, бывают очень хорошие цены. Мы последний раз приобрели, не этот раз, а прошлый, брюки из вельвета, микро вельвета за 35 евро. Очень хорошая цена. Вот это модель джинсов. Тоже стоимостью 90 евро. Ну, за 55 евро джинсов я не увидела. В основном 90 евро. Ну, видите, маркетинговый ход. И обычные футболки можно приобрести от 15 евро. Вот такая в полосочку. 18 евро. Такой обыденный вариант. Ничего особенного в этой футболке, конечно, нет. А вот эта модель джинсов в синем цвете немножко дешевле за 84 евро. Ну, такие все равно не 55. И заглянем с вами в лакосту, тоже в мужской отдел. Муж хотел таки себе что-то приобрести, но не получилось. И вот такое поло, такой на прохладную погоду, сейчас стоимостью 74 евро. Изначально стоило 105. Но если выбирать между лакостой и поло ральф лаурен, то поло ральф лаурен мне намного больше нравится. И там модели намного интересней. И цены поприятней. Теплые свитера, плотная вязка, V-образный вырез. Такой на, наверное, очень холодную погоду. 77 евро. Изначально стоили 110. Жилеты тоже, видите, такая плотная вязка по 88 евро. В новой коллекции свитшоты по 105 евро. Тоже есть разные цвета и разные модели. Ну, вот такая вот, в принципе, цена. Не сказать, что очень дешево. И мы, наконец, уже приехали домой. Покажу вам свои покупки. Купила я себе две тарелочки. Это набор от Велерой Боха из коллекции Вапиано. Для первых блюд. Мне очень они нравятся. Просто потрясающе красивые. В следующих моих видео обязательно с вами в Аутлете посетим Велерой Бох. И посмотрим, цены там просто шикарные коллекции завезли, которых раньше не было. Так, и стоимость такого набора из двух тарелочек 20 евро 90 центов. Я считаю, что неплохо. Я же знаю, какие цены на Велерой Бох. Поэтому я считаю, что я удачно купила. Купила себе крем для рук от компании Кнайп. Я очень люблю этот крем. Всегда им пользуюсь. Могу вам только рекомендовать. По-моему, стоит 2 евро 79 центов. Купила я себе шлепанцы у Тори Бёрч. Очень ими довольна. Я, правда, их еще ни разу не одевала. Но, тем не менее, стоимостью 199 евро. Хотя шлепанцы можно было приобрести и за 100 евро. Если кто не видел мое видео, обязательно переходите по ссылке. Посмотрите, какие там шикарные цены. Решила себе приобрести дневной крем. Также там был и ночной крем в моем видео видно. Кто еще не смотрел, обязательно посмотрите. И такой крем стоимостью 23 евро. Я такой маркой еще никогда не пользовалась. Но хочу попробовать. Я думаю, что не разочарует меня. Тем более, здесь есть SPF. Дали мне здесь пробники. Правда, я еще их не пробовала. Скажу вам честно, я не любитель пробников. Они у меня могут лежать очень долго. И, как всегда, мы, конечно, зашли в Линд. Каждая наша поездка мимо Линда не проходит. Хоть что-нибудь нужно купить. Кстати, эти конфеты обыкновенный молочный шоколад с коричневым наполнителем. Но очень зашли. Я их на работу по три штучки каждый день брала. И дома кофе была. Так вот и разошлись. Вот такие были мои покупки в Аутлете Мэтсинген. Надеюсь, вам было полезно мое видео. Оставлю вам ссылку на предыдущее видео, где мы были с вами Гучель, Джимми Чу, Тори Бёрч, Майкл Корс. Надеюсь, кому-то пригодится. И жду ваши отзывы. Если вы не против стрима, то мы с вами его можем провести в следующую пятницу, субботу или воскресенье, ближе к вечеру. Жду ваши отзывы, какой день лучше. И также, надеюсь, вы не забыли поставить лайк, комментарий и подписку. Всем удачи. Жду вас в новых видео.